Игромания дает Отвинта Здравствуйте, дорогие друзья! Я Гомовер, это Бонус и в эфире программа Отвинта. Мы очень рады, что вы смотрите именно этот канал, именно в эту минуту, пусть даже и случайно. Вы, наверное, обратили внимание на то, что на телевидении в последнее время происходит какая-то неразбериха. И наблюдается какая-то даже всеобщая неуспокоенность, что ли. Мы очень рады, что все эти пертрубации никак не коснулись нас и нашей программы. Так что побудьте немного с нами. Ну, хотя бы 9 минут. Первая игра нашей сегодняшней программы является мультипликационным квестом и называется она «Торинс Пэссидж». Примерно это переводится как «Проход имени Торина». «Торинс Пэссидж» – это красивая сказка о злых колдунах и добрых волшебниках, прекрасных принцессах и храбрых принцах, трудолюбивых гномах и прочей нечисти. Сюжет сказки таков. В некой мире жили король и королева. И был у них сын, которого звали Торин. И жили бы они долго и счастливо, если бы не злой колдун из подземного царства Тенебрус. Этот мерзкий волшебник приготовил особое зелье и под покровом ночи проник в королевскую опочивальню. Надвигалась гроза. Игра очень доброжелательна. В отличие от других квестов, в Торинс Пэссидж имеются подсказки, которые становятся доступными для игрока, если тот слишком долго думает или находится в затруднении. Более того, если вы не понимаете английского языка и не реагируете на подсказки, то в некоторых местах персонажи сами произведут нужные действия, упрекнув вас, правда, в несообразительности. И так надвигалась гроза. Маленький Торин, разбуженный громом, заплакал. Его кормилица взяла малыша на руки и вышла с ним в сад, баюкая его и напивая колыбельную. И вдруг она увидела, что злой колдун высыпал свое зелье в курильницу и оттуда поднялся зеленый дым, который превратился в отвратительных змей. Эти змеи умертвили короля и королеву. Несчастная кормилица, обезумев от ужаса, схватила ребенка и побежала в лес, не разбирая дороги. А потом она подкинула ребенка на порог какого-то крестьянского дома и исчезла. И вот прошло много лет. Выросший в крестьянской избе Торин почитал своих приемных родителей как родных. И вдруг в один из дней он стал свидетелем того, как неведомая сила схватила его родителей, заковала их в зеленые кристаллы и унесла неведомо куда. Тут начинается, собственно, игра. Торин отправляется на поиски своих родителей вместе со своим другом, странным животным по имени Бук. Им предстоит пройти все пять миров затерянной планеты. Верхний мир, Эскарпу, Перголу, Астынию и добраться до мрачного Тенебруса. Ну а чем заканчивается эта прекрасная сказка, мы расскажем тебе в следующей программе. Дружок! В последнее время многие газеты все чаще упрекают телевидение в некотором занудстве. Слишком много говорящих голов, утверждают они. Мы с этим решительно не согласны, но считаем, что говорящие головы лучше, чем говорящие туловища. О! А мы представляем вам игру, которая называется F-22. Как вы уже, наверное, догадались по названию, это авиасимулятор. О, смелый покоритель воздушного пространства! Сын неба, испытавший F-17, F-18, F-19 и так далее! Забудь об этих медленных, неповоротливых машинах! Сядь на F-22! И тут же сревут твои турбины, распугивая соловевших аэродромных ворон и сонных техников. Твой ведомый замрет в кабине своего самолета позади тебя, подавленный величественностью этого зрелища. Задрожит от ужаса бедиспетчер и забудет дать разрешение на взлет. Но ты, ты плевал на это разрешение! Скорей, сними с себя и выброси парашют! Он тебе не понадобится! Ударь ногой по рукоятке дросселя, чтобы она ушла в положение полный газ и там сломалась! Вырви педаль тормоза из пола и выкинь её! Она не для тебя, питомец шестого океана! А теперь рвани штурвал на себя, чтобы пошёл гул по всей земле, а тяжёлая машина начала бы поднимать нехотя свой нос! А теперь, о, лётчик, вскормленный не материнским молоком, но авиационным керосином! Вспомни, как ты играл в колыбельки с айдвиндерами и мэвериками! Вспомни, как учился летать на трёхколёсном планере! Вспомни и обрушь всю мощь своего оружия на кого-нибудь! Что? Никого не видно? Да посмотри вокруг себя! Наверняка какой-нибудь маленький занюханный миг спрятался где-нибудь в облаках и трусливо ждёт, пока ты улетишь подальше, чтобы трусливо выбраться из облаков, трусливо долететь домой и рассказать всем, что в воздухе ты! Покажи им всем, кто тут из вас, F-22! Пропеллер громче песню пой! Ох, неся роскостные крылья! ОТВЕНТО! Итак, мы продолжаем нашу программу! Так, а нельзя ли сделать наоборот? Мы что, заканчиваем нашу программу? Мы действительно продолжаем нашу программу и сейчас расскажем вам об игре, которая называется Мортал Койл. Примерно это переводится как Смертельный Змеевик. И так наступило, как вы думаете, что? Ближайшее будущее. Человечество в связи с этим немного расслабилось и проглядело прилёт очередных агрессивных инопланетян. Вообще, если судить по компьютерным играм, за пределами нашей галактики уже выстроилась огромная очередь агрессивных инопланетян. И в эту минуту, возможно, какой-нибудь запоздавший агрессивный инопланетянин спрашивает в конце очереди, кто тут последнюю Землю завоёвывать. Но вернёмся к игре. Выясняется, что спасти Землю от десанта пришельцев может только один человек, спецназовец Кэнди Монро. Приказ начальства застаёт Кэнди Монро в душе. Кэнди Монро выходит из души, и тут выясняется, что этот спецназовец – женщина, и причём весьма привлекательной наружности. Этому удивляется даже начальство. Кэнди собирает команду и отправляется на место высадки инопланетян. Кстати говоря, эти инопланетяне, в отличие от других, весьма безобидны в бою и похожи на наших земных кузнечиков. Представьте себе, представьте себе на наших земных кузнечиков. Единственным отличием же инопланетян от кузнечиков является то, что пришельцы не стрекочут, а кричат. И то, только когда в них попадаешь. Представьте себе, представьте себе, когда в них попадаешь. Игра эта весьма занимательна. Во-первых, инопланетян легко убивать. Во-вторых, виртуальная камера может менять свой угол зрения в любой момент. У вас на вооружении есть испанский нож катана, пистолет, автомат УЗИ, ручные гранаты, от которых нет решительно никакого толку. И мины замедленного действия. А на втором уровне игры вы вообще пересядете на джип, оборудованный пушечкой, и сможете просто давить несговорчивых пришельцев, незнакомых к тому же с земными правилами дорожного движения. Ну вот и все на сегодня. Перелеснем еще одну страницу нашей жизни. Гейм, как говорится, оба. В смысле... Гейм, как говорится.